Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня расскажу как настроить выгрузку данных с сайта на конструкторе Tilda в виде уведомлений в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действия. Получить данные из форм. На этом этапе вам необходимо создать новый виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных, на которые будут поступать данные о новых заказах или заполнениях формах с сайта на Tilda. Теперь необходимо перейти в ваш личный кабинет Tilda. Если хотите, вы можете произвести дополнительные настройки. Не забудьте подключить этот вебхук ко всем формам на сайте и опубликовать изменения на страницах. Теперь необходимо перейти на ваш сайт, заполнить форму или создать новый заказ, для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые здесь отобразятся после заполнения формы или создания нового заказа. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действия «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram аккаунт к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить в вашем Telegram. После этого необходимо скопировать строку для подключения Telegram бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных на Tilda. Для того, чтобы добавить новую переменную из Tilda, необходимо кликнуть в поле сообщения и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на новую строку, используйте Enter. «Продолжение следует...» 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 Когда все необходимые переменные назначены в сообщение, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных в Tilda. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!